Кат на большом торте новой Османской империи, включающей в себя стран-соседей. Напомним, что при Украине Турция финансировала незаконные структуры крымских татар в Крыму, как и террористическую организацию радикального ислама Хизбут-Тахрир. В России запрещена. И схроны с оружием находили и центры подготовки, и литературу соответствующую. А недалее, как в августе, Турция провела у себя так называемый Всемирный конгресс крымско-татарского народа. Цель та же – Крым. Из нашего Крыма в этом турецком антироссийском конгрессе, правда, участия почти никто не принимал. Но подрывную работу Турция у нас продолжает вести. Хотят крови. На этом направлении Украина с Порошенко сейчас для Турции становится важным союзником. Ведь Киев всегда хотел использовать крымских татар, антирусскую силу на полуострове. По принципу, уж лучше Крым будет турецким, чем российским. Обломилось. Вообще, Порошенко в своих политических построениях становится все более смешон. В Европе уж точно. Вот слетал он на этой неделе с визитом в Голландию. Мало того, что о гости с Украины сообщила лишь одна местная газета, и то на 14 странице. Так самым ярким эпизодом визита стала реклама шоколада его собственного производства. В сети уже шутят, что скоро президент Украины будет являться королем и главом государств в майке Рошен. А что ведь на производстве шоколада Порошенко продолжает богатеть? Реклама? Двигатель торговли. Это ведь недели. Далее. Двигатель торговли. Двигатель торговли. Двигатель торговли.